Теперь в городе можно насладиться искусством для взрослых. Экспозиция под названием «Ню приличная выставка», как говорят организаторы, особенно актуальна в нынешнее жаркое лето. А тема вечная. Все художники любят рисовать обнаженную натуру. На суд ценителей искусства представлено более 50 работ пяти ивановских художников. Эпотировать публику не входило в наши планы. Сейчас просто обнаженной натурой никого не удивишь. Поэтому вряд ли придут разные зимаки, которые будут рассматривать обнаженную женскую натуру. Я думаю, придут больше люди, близкие к искусству. Люди, которые знают историю искусства, смогут сравнить и оценить работы наших мастеров. Оценить здесь можно развитие образа обнаженного тела. Параметры натурщиц, рассказывают авторы работ, совершенно не важны. На картинах, а здесь представлены работы 50-летней давности, более целомудренные и совсем свежие, ни разу не выставлявшиеся, не найдешь девушек модельной внешности. Стереотипы и тем более моду, но красоту художники игнорируют. Эротика ведь это не в том, чтобы показать все именно так вот, натуралистично. Нет, иногда бывает достаточно легкого намека и получается уже эротично. Анатомия человеческого тела всегда для художников это важно. Это глаз, рука, вообще рисование, но это дополнительные эмоции положительные. А такой сюжет, по мнению Александра Климохина, вполне возможен в реальной жизни. Утомленная жарой горожанка обнаженной поливает цветы на балконе. Несмотря на большое количество картин, на полотнах нет ни одного изображения мужчины. Художники обоих полов говорят, рисовать представителей сильного пола не так интересно. Мужскую фигуру писать тоже можно, здесь нет никаких ограничений. Видимо, в мужской фигуре нет такой гибкости и плавности именно линии. Они более фактурные, их тоже интересно, с ними очень тоже интересно работать. Но женская фигура красивее. Художники признаются, на открытие выставки люди приходят исключительно пообщаться. Насладиться работами и оценить профессионализм мастеров можно и в другие дни работы экспозиции. Неприличная выставка в галерее Парабола будет открыта еще месяц.